Всем привет! Меня зовут Мила. Добро пожаловать ко мне на кухню, на мою новую кухню. И у меня для вас новый рецепт. Блюдо, которое я сегодня приготовлю для вас, называется бани чао. Это блюдо южноафриканское, но с индийскими корнями. Сначала мы приготовим карри, куриное карри. Что нам для этого необходимо? Естественно, курица. Куриное мясо, не только филе. Филе, конечно, здесь есть. И мясо с бедрышек. Без шкуры и без костей. Так. Лук, чеснок, имбирь, чили. И очень много разных пряностей, специй, которые я походу буду рассказывать. Как они называются, вы все узнаете. Еще нам нужен йогурт, порезанные помидоры. Можно брать свежие помидоры, можно взять уже порезанные, готовые в баночке. Начинаем. Первым делом ставим на огонь наш чугунок. Включаем огонь. Пускай немного нагреется. Масло. Какое мы используем масло? Не надо брать оливковое масло. Об оливках в Индии вряд ли знали много лет назад. Самое простое масло растительное. И берем топленое масло. Немного масла наливаем в чугунок. Растительное. Топленое масло хим. Сейчас оно нагреется. И будем добавлять порциями разные-разные пряности. Берем лук. Здесь две средние луковички, порезанные такими средними кубиками. Отправляем их жариться. Точнее, тушиться. До полупрозрачного состояния обжариваем лучок. Добавляем кумин. Немолотые зернышки. Что следующее? Это корица. Два листика лаврового листа. Теперь берем карри. Листики карри. Они у меня сушеные. Можно взять свежие, если у вас есть. Добавляем в нашу смесь листики карри. Такие коробочки кардамона. Вот такая прелесть. Но их нужно немножко не в пудру раскрошить, а просто их чуть-чуть раздавить. И теперь мы их высыпаем тоже в эту луковую смесь. И теперь приблизительно минуты 4 лук томится с этими пряностями. Аромат восхитительный. Очень пахнет корицей, кардамоном. Супер. Отлично. Все это тушится на среднем огне. Не должно обуглиться. Все должно быть очень нежное. К слову о карри. Вы заметили, что я положила 5 листиков карри в нашу луковую смесь. Так вот. Есть растение карри. И мы используем его листики. Есть блюдо карри, которое мы готовим. Это куча ингредиентов, в частности, мясо, которое тушится в огромном количестве разных специй в соусе. А есть специи карри. Их огромное количество. И эти специи состоят, очень разнятся многие ингредиенты. Бывает очень острая карри, специя. Обычно на пакетика, которые продаются, там острота указана, названия указаны. Мы используем в нашем блюде карри, два карри дурбан масала и герем масала. Одно, как видно, красненькое. В нем основной ингредиент – это красный молотый перец. А второй, совсем не красненький, выглядит просто как такая пожухлая травка коричневая. Там в основном кориандр. Но и то, и другое – карри-пудра. Вот лучок у нас уже становится полупрозрачный. Наступило время следующего этапа готовки нашего карри. Итак. Куркума. Все знают, что такое куркума. Желтенький порошочек, очень полезный. Готовится из корней. Обладает противовоспалительным действием. И придает блюду шикарный оранжевый аромат. Все. Куркума пошла к нашему луку. Добавили куркумы. Теперь берем карри-порошок. Теперь молотый кориандр. Молотые семена кориандра. Теперь протертый в пастообразное такое состояние чеснок. И это имбирь. Все. Теперь все это размешиваем. Главное, чтобы вся вот эта наша смесь не прилипала к посуде. Надо следить. Еще несколько минут. Готовится наша смесь. Еще несколько слов о карри. О карри как блюдо. Если у вас очень сложные отношения с острой едой, все очень просто. Карри это безумно вкусное блюдо. Но зачастую трудно его есть, если оно очень и очень острое. Порой до такой степени острое, что ты не понимаешь, что ты ешь. Это карри куриное, рыбное, из баранины или просто овощное. Бывает и так. Поэтому, если вы готовите карри, видите в рецепте энное количество пудры, карри, каких-то специй, уменьшайте в несколько раз просто количество этих ингредиентов. Лучше потом чуть-чуть добавите, если вам по каким-то причинам немного не хватает вкуса, чем получится такое блюдо, которое просто невозможно есть. А у нас все идет по плану. Все шикарно. Вот даже уже немного лучок со специями начинает прилипать к нашему чугунку. И вот как раз таки вот в этот момент в нашу смесь нужно добавить помидорчики. и соль, и сахар. Опять перемешиваем. Вот у нас получается такой шикарный, ароматный соус, в котором мы будем готовить курицу. Следующий этап. Берем куриное мясо, отправляем в нашу смесь, в наш соус. Отлично, сейчас наша курочка пропитается всеми этими шикарными ароматами. Оставляем ее тушиться буквально 3-4 минуты, а потом мы добавим йогурт в нашу курицу. Курочка наша бурлит. Вообще существует миллионы, наверное, способов приготовления карри. Но для нашего блюда необходимо, чтобы соус был достаточно густой. Почему? Потому что бани-чао, это блюдо, вообще, как я вычитала, я даже не знала, это называется сэндвич с карри. Вот так вот. Соус карри, он должен пропитать хлеб. Вот этот хлеб. А как он его будет пропитывать? Сейчас увидите. И мы берем йогурт для нашего соуса. Обычно в карри добавляют просто воду, чтобы соус был более жидкий. И в бульон мы добавим йогурт. Добавили и перемешали. Теперь, пока карри готовится, необходимо приблизительно полчаса, мы займемся салатом для нашего блюда. Итак, наше южноафриканское блюдо бани-чао подается с салатом. Салат из морковки и огурца, лука. Сейчас мы его быстренько приготовим. Берем вот кусок лука, практически половинка. Режем тоненькие кусочки, вот такие длинные. Лук порезали. Теперь берем зеленый чили-перец. Режем его на такие кругляшочки. Чили-перец. Может быть немного островато, но обычно используется именно зеленый, не дозревший чили-перец. Он не такой острый. Теперь берем сахар. Соль. И немножко уксуса. Сейчас лук пустит сок. Сахар растворится. Можно сказать, он сейчас маринуется. И в это время, пока идет маринование лука, берем старую-старую терку, но очень полезную в хозяйстве. Морковку. Вытираем. Вовсе не обязательно это делать на такой терке. Просто мне нравится, как это выглядит. Можете взять самую обычную терку. Комбайн. Все, что есть. Все. Морковку натерли. Теперь огурец. В этом салате морковка должна преобладать. Огурца не так много надо. Все шикарно. Огурчик. Морковка. Теперь все соединяем. Маринованный лучок. Да, сахар уже растворился. Тем более, сейчас еще жидкость будет от огурчика с морковкой. Так, все перемешали. И салат готов. Заключительный этап. Как же едят это блюдо? Очень интересно. У нас есть карри. У нас есть салат. А теперь вот из этого хлеба, точнее, этот хлеб, мы превращаем в большую пиалочку, мисочку, но при этом блюдо. И при этом эту посудину можно будет еще и съесть. Что для этого необходимо сделать? Нож, хлеб. Вот, приблизительно нам нужен такой кусочек. Это будет дно. А вот здесь мы сейчас вырежем мякоть. Берем какой-нибудь ножик удобный для резки. Художественный. Так. Теперь просто руками, вариантов не особо много, достаем вот эту мякоть. у нас получается такая чаша, пиалка. Положили на тарелочку. Все лишнее, не лишнее в сторону. Карри я выключаю. Карри готово. И теперь вот эту нашу хлебную чашу мы заполняем нашим карри. Этим ароматным соусом пропитаются все стеночки хлеба. Хлеб будет как отдельное блюдо. И пускай немного соус выходит за края. Это даже будет очень красиво. Так, это выпираю в сторонку. Наш салат пропитался. Просто вилочкой. Уложу морковный салатик. Вот это часть хлеба, которую мы вырезали. Это тоже часть блюда. Так как соуса много и он остается, этим хлебом можно все тут промокнуть каждую капельку соуса и съесть. Последний штрих кориандр. Свежие пахучие листья кориандра. Ой, они такие нежненькие. Такие ароматные. мы ими украсим сверху наше блюдо. Бани чао. Конечно же, нужно немножечко на салатик. Бросили на салатик. Ну, хватит. Не хватит, еще добавим. Вот и готово наше блюдо. Попробуйте его приготовить. На самом деле все очень просто, но безумно вкусно. И такой аромат экзотики стоит на всей моей новой кухне. Приготовьте это блюдо, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, готовьте, у вас обязательно получится. салатик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!